Возле небольшого фонтана у дома номер 62 по улице Красноармейская каждый день собираются любители отдохнуть без затей. Для местных жителей это давно стало проблемой, тем более что в доме живет много детей. Молодая мама Екатерина Золотова подняла злободневный вопрос на встрече с представителями общественного совета. Около этого фонтана у нас постоянно собираются люди, употребляющие алкоголь, табак. И вот вечером особенно, когда детки из школы идут. Вот на этой неделе запланирован пеший наряд, который будет до 11 часов там нести службу в этом районе. Соответственно, пресекать все вот эти выходки маргинальных личностей, которые там распивают спиртные напитки, которые там находятся и, скажем так, мешают вам спокойно гулять с вашими детьми. Дополнительно также автопатруль, который, патруль местовой службы, который несет службу в этом районе и ежечасно будет посещать это место. Обновление фасадов, установка детских площадок, ремонт дорог. Вопросов у жителей накопилось немало. Дом номер 148 по Самарской уже получил новую жизнь. Его капитально отремонтировали в прошлом году. А вот бывший доходный дом Купсачелышева по Красноармейской 60 только ждет своей очереди. На обсуждении насущных тем и вопросов благоустройства микрорайона жители пришли с конкретными предложениями. Нам нужно асфальтировать нашу улицу. Вот она с стороны Вилоновска. Вилоновскую так красиво сделали. А нам бы вот до Красноармейской хотя бы асфальтировать. Пусть не плиточкой, пусть это будет временно, потому что уже ходить там невозможно. Мы вошли в программу, двор, в котором мы живем. Мы очень рады этому, что у нас ребятишки стали играть, работать, трудиться, то есть и спортом заниматься во дворе, но нет ограждения. В таком формате представители общественного совета с жителями встречаются впервые. Говорят, главное сегодня донести до людей цель своей работы и познакомить с планами на ближайшее время. Уже есть готовые ответы на какие-то вопросы, да. Ну и, соответственно, мы немножко отразим планы работы на 2015-2016 год. Если касается благоустройства, то это ремонт внутриквартальных дорог, соответственно. Ремонт скверов, установка малых форм, детских, спортивных. Главная задача на текущий год – завершить масштабную реконструкцию площади Славы, преобразить сквер возле музея Алабина и подарить людям обновленную набережную от Льва Толстого до Вилоновской. А на месте Старого дворца спорта появится новый ледовый дворец «Самара-арена». Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.